Здравствуйте, дорогие друзья. Итак, перед нами месяц Томус. И многие говорят о том, что месяц имеет негативную такую окраску. Но это не совсем так. Больше того, это совсем не так, если всмотреться в ситуацию. Этот мир вообще мир испытаний. Мы не выбираем себе испытание, но выбираем тропинку, чтобы пройти через него. В мире грядущем нас не будут ни с кем сравнивать, а только с той личностью, которой мы могли бы стать. Мир грядущий это мир истины, мы увидим свою подлинную сущность и с ясностью откроется наш духовный потенциал, который мы могли бы реализовать, если бы приложили достаточно усилий. Вот так написано. Все, что у нас есть, сравнение нас, того, что могли быть, с тем, который мы будем. Наш мир устроен так, что нужен не только результат, но и усилие. Если для достижения победы приложено немного усилий, победитель почти не будет прогрессировать. Если не требуется усилие и не нужно преодолевать сопротивление, то ни о каком личном росте тоже речи нет. Мускулы человеческого разума наращиваются пропорционально сопротивлению, которое надо преодолевать. Победа, достигнутая без усилий, не приводит к росту. Поэтому существует препятствие. Этот мир, это мир препятствий. Нас сюда послали, чтобы мы, преодолевая препятствия, как раз развивались. Вот негативный томуз, который сейчас начался, все говорят, в негативном месте, это от неглубокого понимания. Неглубокое. Вот у нас есть там пост по трауру. 17 числа это день, когда началась осада Иерусалима. Но есть 3-го томуза, когда Иошу остановил в небе солнце и луну. Это произошло именно в этот день. Они не переставали светить 36 часов. Такое чудо произошло именно в этот месяц. В последнем столетии в Томузе произошло два радостных события. 13-го числа был оправдан, точнее 12-го оправдан, а 13-го освобожден 6-й любовеческий рыбы. Поэтому в Танахе и в книгах законоучителей сказано, дни памяти о печальных событиях и посты даны нам не для увековечивания скорби. В будущем они станут радостью и весельными днями. А сейчас мы должны просто проанализировать причины, которые привели к трагическим событиям. И стараться больше не допускать. То есть Томуз это не месяц трагических событий. Наоборот, нужно рассмотреть много хороших, но даже те даты, которые связывают с трагедией, должны быть проанализированы. 12-е число, видите, освобожден любовеческий рыбы. 17-го траурный пост. А как эти две даты связаны с месяцем Томуз? Духовный смысл всего месяца связан с духовным смыслом этих двух дат. Это непонятно. Как можно связать две такие противоположности? Ведь 17-е связано с изгнанием, а 12-е с освобождением. Это становится понятно на таком примере. Вот королевский сын играл во дворе, испачкался. Папа, король любил так сына, несмотря на все, прямо лично сам пошел вниз. Купал его и начал сильно тереть мочалкой, чтобы тереть. Сын плакал от боли. Но это была вынужденная мера, чтобы показать, насколько любит отец ребенка. Мы видим, что сын страдает. Матье мочалкой было болезненным. Но мы знаем и понимаем, что это только из-за любви к сыну. И только она заставила отца сделать сыну больным. Но это для блага сына. Из-за этого мы видим, что посредством одного действия можно получить как бы противоречащий результат. С одной стороны, это то, что мы видим своими глазами. Это боль и наказание. Но из-за чего мы не видим, причиной являлся огромная любовь. Так и в нашем случае. Весь смысл дней между 17-м Томуза, который наступает там, и 9-го Ава, который называется Межтеснин, это изгнание и боль. Но внутренняя цель поста 17-го Томуза одна. Только напоминать нам причину, по которой мы находимся в изгнании. А что там написано? Из-за наших грехов изгнаны мы были и так далее. Помню об этом, человек раскаивается в своих поступках, добавляет в добрых делах. И в результате достигает цели. Написанные превратятся эти дни в дни радости. Короче говоря, нет никакого негатива. Мы сами создаем и позитив, и негатив. Надо правильно учиться. И так будет в будущем. Написано в этот, как бы, это не негативный знак. Это просто дорожный знак. Прибавь в хорошем. Вот и все, что означает надпись Томуза. Особенно, когда в шаббат. Перед нами шаббат. Человеку возмещаются все деньги, сказали мудрецы, которые он тратит в честь шаббата. Хотя доходы каждого человека определяются в Рошашана. Деньги, страченные в честь шаббата, Рошходыша, кстати, обучение детей Тори, не включаются в эту сумму. А если человек тратит больше, то то, что он вернет, обязательно ему Бог вернет больше. Если он уклоняется от расходов, получит меньше. Поэтому вы представьте себе, мы сегодня находимся в таком супермаркете. Я понимаю, что человеку трудно понять. Но сколько человек потратит на шаббат, ему вернется. Так как суббота является источником благословения, то от того, как прошел этот день, зависит благословение следующей недели. Вот это очень важно запомнить. У нас в руках благословения следующей недели наперед. Чего же нам этим не воспользоваться? Поэтому нельзя бояться Томуза. Надо понимать Томуз. Нельзя не любить шаббат. Надо понимать шаббат. Поэтому брахавы от слаха, хорошего шаббата. И чтобы все было у всех хорошо.